Утонул еще один ребенок. Четвертый трагический случай за несколько дней. Теперь в Урае на реке Канда. В регионе сейчас стоит жаркая погода и люди, взрослые дети, тянутся к водоемам. Не всегда разрешенным для купания. Сотрудники МЧС берега патрулируют ежедневно и призывают к бдительности и контролю. Сюжет Марины Селезневой. Яркое солнце и столбик термометра с отметкой выше 30. На берегу Иртыша много отдыхающих. Югорчане радуются долгожданным, жарким летним денькам. И ничто не останавливает их от купания в опасных водоемах. Ни запрещающие знаки, ни предупреждения спасателей и сотрудников МЧС. Запретить нельзя. Спасатели могут лишь провести инструктаж. Правила пользования катерами, лодками, если есть. И аккуратнее будьте, потому что стоят большие теплоходы. Да, я не забываю вот так. Обкунуться только от жиры. И то аккуратнее надо быть. У спасателей жаркая пора. Водоемы для купания не оборудованы, а люди плавают и ныряют. Мало того, зачастую в алкогольном опьянении. В таких местах купаться небезопасно, так как и под водой может быть все что угодно. Тем более здесь, как техническая база северной шлота. Что под водой никто не знает. Утопающего тяжело увидеть. Он, как правило, руками не машет, на помощь не зовет. Но, опять же, говорю, пристальное внимание со стороны, особенно взрослых, по отношению к детям. На этих кадрах работа водолазов. Они достают тело ребенка. В выходные на водоемах в Югре погибли три несовершеннолетних. В Лангипасе подростки купались в карьере, хотя в городе есть оборудованный пляж. Сегодня утром стало известно о еще одном трагическом случае в Урае. По двум другим случаям гибель произошла на базах отдыха, которые расположены у водоемов. Там также установлены запрещающие знаки, купание запрещено. И гибель произошла в результате недосмотра родителей. То есть дети остались на водоемах, родители их не проконтролировали, чтобы они безопасно покинули водоем. И, к сожалению, это послужило поводом для трагедии. Прыжки с баржи или с опоры лэп – излюбленное развлечение детей. Это занятие, даже если рядом взрослые, может обернуться трагедией. Ребятишки встали в ряд и пошли смотреть, прежде чем прыгать сюда. На сегодня в округе только 11 пляжей, где дно безопасно, вода чистое и работают спасатели. В Нижневартовском и Белоярском районах, в Радужном и Лангипасе. На необорудованных для купания водоемах ответственность за свою жизнь несут сами отдыхающие. Добавлю, с начала года в округе зарегистрировано 20 происшествий на воде, в которых погибли 17 человек. Марина Селезнёва, Никита Ручкин, Вести, Югория, Ханты-Мансиск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин